Тяжело ли жить на чужбине? Не просто, отвечают вынужденные переселенцы из Украины, но ко всему привыкаешь быстро. Анна Горогуля вместе с мужем Александром и двумя детьми обосновались в Шуе примерно месяц назад. Муж нашел работу на машиностроительном заводе, а Анна пока что сидит с малышами. Они часто болеют и не до конца адаптировались к школе и детскому саду. Самое главное, что здесь безопасно, не так, как на родине. Мы, получается, с детьми, нас месяц дома не было. Мы были на Украине у родственников. Потом, когда приехали, 26 июля, а 28 июля начали бомбить. И мы неделю в погребе просидели. Дома в Донецкой области остались почти все родственники. Две любимых кошки и собака. За трехкомнатной квартирой присматривают соседи. О событиях на Украине до недавнего времени приходилось узнавать только из новостей. Теперь же появилась возможность созваниваться. Сейчас, конечно, созваниваемся по скайпу, как через телефон, правда без видео. Ну, хоть как-то каждый день мы созваниваемся, разговариваем. Как-то это более-менее успокаивает. Они уже там тоже, говорят, мы уже попровыкали к этому. Бах, уже как-то к этому относимся не так, как раньше, как первый раз было. Ну, в принципе, сейчас и самолеты не летают. Раньше летали самолеты. И очень было страшно, потому что неизвестно, куда они скинут эту бомбу. Максима Шаховцова уехать из Луганской области заставила нужда. Нечем было кормить семью. Первое время работа стала полностью. Как бы нечего есть, нет где работы. Детей-то надо чем-то кормить. А потом уже просто начали ближе с самолетами снимать блокпосты. Ну, то есть, взрывы часто там, такой, ночью там, дети боятся. Маленькие с погреб же не полезли с ними. Пришлось ехать. В Шуе Максим, как и другие соотечественники, устроился работать на машиностроительный завод формовщиком. Аренду за жилье первые полгода оплачивает завод. Зарплаты на самое основное, продукты питания, лекарства пока хватает. Но купить что-то из вещей нет возможности. Самое главное, что над головой мирное небо. Ребята, которые работают, они очень сильно замотивированы. У них нет ни на кого полагаться, надеяться. Поэтому они нацелены на то, чтобы содержать свои семьи, зарабатывать деньги. Со своей стороны мы помогли снять жилье. Оплачиваем сейчас квартиры нескольким молодым семьям. На первом этапе оплачивали питание. Помогли с учебой, естественно, с скорейшим оформлением на работу. Ну а сейчас ребята влились в коллектив. Ну и заслуженным таким уже уважением пользуются. На заводе условия труда непростые. Настоящая мужская работа, что называется. Но зарплата повыше, чем где-либо из предложенных. Не каждый местный житель согласился бы работать в таких условиях. Но вынужденные переселенцы к трудностям готовы. В Шуйский центр занятости обратились 86 украинцев. И уже почти всем нашли подходящую работу. С учетом уровня образования и трудовых навыков. Специалисты службы занятости предлагают все усилия для скорейшего и эффективного трудоустройства граждан Украины. На сегодняшний день более 80 граждан уже трудоустроены на предприятия нашего города, района. Это предприятия Шуйские сицы, Шуйский машиностроительный завод, Шуйский литейный завод. Предприятия Иванова профиля. Ну и к частным и индивидуальным предпринимателям. Вынужденные переселенцы мечтают вернуться на родину и ждут, когда там поутихнет буря. Они готовы терпеливо ждать, готовы обучаться и получать новые профессии и, конечно, много работать. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.